6 февраля Православная Церковь чтит память Святой Ксении Петербургской. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, как получить помощь от Святой Блаженной Ксении. Кто такая Святая Блаженная Ксения Петербургская? Почему она святая? Что она такого сделала? Кому она помогает? Как помогает? И что нужно сделать для того, чтобы она помогла именно вам? Потом отмечается праздник Святой Ксении Петербургской два раза в год, 6 февраля и 6 июня. И я всех Оксан и Ксений поздравляю с именинами. Но будь внимательна в том, что ваша дата именин является той, которая максимально приближена к дате вашего рождения. Если вы родились в апреле, то вы должны отмечать не 6 февраля, а 6 июня. Поняли, да? Итак, родилась Святая Ксения Петербургская в 18 веке. Была обычным человеком, ну не совсем обычным, была достаточно богата. Был у нее муж Андрей Петров. После замужества она приняла его фамилию, стала Петрова. У них были слуги, был такой свой хороший дом. Но однажды ее муж умер скоропостижно. Ксении тогда было 26 лет. Детей у них не было. Она была в страшнейшем отчаянии. Но самое страшное даже было не то, что он умер, его не стало, а в том, что он умер без покаяния. Перед смертью он не успел исповедаться и причаститься. Нет ничего страшнее, чем смерть без покаяния. И на самом деле грешник, который покаялся, ему он гораздо более в выгодной ситуации, как человек, который в принципе жил нормально, помогал людям, был добрым, но не успел перед смертью покаяться. Вот он в более плохом положении находится. Как бы это странно ни звучало, но он не исповедовал свои грехи, не раскаялся. А грехов у нас с вами всегда очень много. Мы каждый день совершаем несколько тысяч грехов. Кто-то что-то нам сказал, мы как-то ответили, кому-то обманули, на кого-то обиделись. Это все грехи. И за все будем мы с вами нести ответственность. Поэтому важно исповедоваться и причащаться хотя бы минимум три раза в год. Хотя бы. Итак, что сделала святая Ксения? Ну тогда она не была святой. Она запретила всем называть себя Ксенией. Она стала себя называть Андреем Федоровичем. Она надела его одежду, брюки, пиджак и отзывалась только на имя Андрея Федоровича. Родственники подумали, что она сошла с ума. Ну представьте, в наше время, если женщины носят брюки, то в принципе нормально. А в 18 веке в брюках ходили только мужчины, и все крутили у него виска, что что-то у нее не в порядке. Она подарила официально свой дом своим слугам. Одежду раздала нищим. И состояние все раздала нищим. Осталось нищим. И осталось странствовать. Она стала выпрашивать у Бога милости для ее мужа, потому что он умер без покаяния. И в некоторых источниках я нашла такую информацию, что он был выпившим, когда умер. А если человек уходит в мир иной в нетрезвом виде, он 100% попадает в ад. Она полностью отказалась не только от мирской жизни. Она отказалась от себя самой, от своего имени крещеного. И она стала себя называть Андреем Федоровичем. Вы можете себе представить Санкт-Петербург с его такими жесткими нравами? Ладно, как-то летом можно, осенью как-то перебиться. А зимой в одной и той же одежде она ходила, в каких-то башмаках на боссу ногу. А по ночам она молилась в поле. Я не буду рассказывать о всех ее подвигах, что она совершила. Вот тут только представьте, как человек... Вот что это за любовь? Да, у нас как? Ой, разлюбил там, умер, ушел, еще что-то. Ой, найду другого. А это какая любовь, какая преданная любовь, что она пожертвовала своей жизнью ради своего любимого, единственного мужа. Так вот, впоследствии люди стали замечать, что когда Ксения входила в чей-то дом, у них сразу какие-то были благоприятные перемены. Она стала предсказывать будущее. Например, она заходила... Был случай, она зашла к одной женщине, а у нее была дочь. Она говорит, а чего вы тут сидите? Там твой муж жену хоронит на Смоленском кладбище. Она быстро побежала. Мы собрались и быстро побежали, увидели такую картину. Молодой мужчина, врач, хоронил свою жену. И в процессе церемонии он так вбивался, что упал в оморок, прямо на руки этих двух женщин. Через год они поженились, и потом у них родился ребенок. Также она спасала многих людей от пожаров. Был случай, когда она ходила и говорила, скоро все Россия будет печь блины. Пеките блины, пеките блины. А до Масленицы было-то далеко, все как-то мы отнеслись к словам не очень серьезно. А на самом деле, когда блины пекут? Когда? Ну, по крайней мере, тогда, когда блины пекли. Когда человек умирал на поминках. И вскоре, скоропостижно, умерла императрица Елизавета. Есть много случаев, когда она помогает. Но самое интересное, я бы хотела рассказать, как вам обратиться за помощью. Если у вас есть такая возможность, обязательно поедьте к ней. Это Смоленское кладбище, часовня Святой Блаженной Ксении Петербуржской. Я, живя в Киеве, была у нее три раза. Три раза я просила, и она мне это давала. Но самое интересное в том, что когда вы у нее просите, вот если у вас получится поехать, она сначала дает вам какие-то скорби. Но скорби, это значит какие-то, может быть, некоторые потери, проблемы со здоровьем или какие-то неприятности в жизни, но их можно пройти. То есть вы их проходите, вы их решаете, и потом вы получаете желаемое. Вот многие, с кем я разговаривала, то же самое говорят. Вот вначале приехали, попросили ее о чем-то, начались какие-то скорби, мы это все решили, пережили, хоп, и неожиданное счастье случилось, Ксенюшка помогла. Я заметила по себе, когда я к ней приезжала и о чем-то просила, даже первый раз, когда я к ней приехала, у меня какая-то с ней была связь. И просто в повседневной жизни, когда я была уже у себя дома, что-то происходило, я помолюсь ей, и я сразу получу. И очень наглядный пример. Мы поехали в Турцию отдыхать, и наш сын заболел, температура 39. Мы в шоке с мужем, потому что путевка на 10 дней, хотелось бы отдохнуть. Я помолила, вышла на банкон, говорю, святая Ксенюшка, помоги, пожалуйста, мою сыночку выздороветь. Что вы думаете, на утро температура как и не было, ничего не болело, как будто бы ребенок, и непонятно, что было. Это чудо, это она исцелила сына. Случаев таких очень много. Если у вас есть возможность, еще раз, поедьте в часовник святой Ксении Петербургской, я расскажу, как это, что нужно делать, а также расскажу, как можно самостоятельно дома попросить ее. А что попросить? О замужестве девушки просят. Если вы хотите найти квартиру, купить подходящую, то есть о жилье просить можно. Также можно просить о разных житейских нуждах, о здоровье, в принципе, обо всем. О детках, она дает детей. Если вы не имеете детей, хотите, она дает деток. Когда вы поедете в часовню, что нужно? Конечно, желательно зайти в часовню, помолиться, взять свечу, выйти на улицу. И там есть такое место, где вы зажигаете, свечу вставите. Также вы становитесь лицом к этой часовинке, закрываете глаза и шепотом шепчете, что вы хотите. Попросите ее искренне и от всей души. А затем вам нужно обойти три раза против часовой стрелки обойти. Вы видите, кстати, кадры, где я это делала. Что значит обойти три раза против часовой стрелки? Чтобы ваша жизнь изменилась кардинальным образом, чтобы все пошло по-другому. И далее со спокойной душой уезжайте. Если у вас нет такой возможности, вы не можете поехать к Святой Ксении Петербургской, в Санкт-Петербург, в часовинку, на Смоленское кладбище, то вы можете дома прочитать Акафис Святой Ксении Петербургской. Искренне и от всей души. Найдите, даже это в интернете есть. Акафис Святой Блаженной Аксении Петербургской. Прочитайте, попросите, почувствуйте, что она именно сейчас вас слышит. И попросите ее. Для чего нужно просить Святой? Собственно говоря, зачем Святые? Святые — это посредники. Они ходатайствуют за нас, с вами, перед Богом. Есть такая фраза. Хочет душа в рай, а грехи не пускает. У нас столько много грехов, что Господь может наши молитвы не услышать. И, как говорится, у Бога тоже много своих забот. Ведь правда, для этого есть Святые, которые помогают, которые слышат нас и просят у Бога за нас. А поскольку они прожили достаточно святую жизнь, совершили духовные подвиги, то, конечно же, Господь их слышит и быстрее отвечает вам на молитву. Вот для чего нужны святые. И еще, как читается Акафис? Обязательно Акафис читается с покрытой головой. Если вы женщина, вы покрываете голову платком. Нельзя лежать, сидеть, только стоя или на коленях. Если вы мужчина, то вы голову ничем не покрываете, стоите, либо на коленках просите. И обязательно Святая Ксенишка вам поможет. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok